Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – основное свойство обыкновенной дроби. Сегодня на уроке мы познакомимся с основным свойством обыкновенной дроби, научимся применять основное свойство дроби при сокращении обыкновенных дробей. Рассмотрим такую задачу. Запишите в виде дроби, какая часть круга закрашена на первом и втором рисунке. Подумайте. Итак, в первом круге закрашено три четвертых части. Во втором круге закрашено шесть восьмых. При этом, обратите внимание, несмотря на то, что мы записали закрашенную часть круга разными дробями, но на рисунке мы видим, что закрашена одна и та же часть. Если каждую одну четвертую часть первого круга мы разделим на две равные части, то в первом круге будет закрашено тоже шесть восьмых круга. Значит, три четвертых равно три умноженное на два, деленное на четыре умноженное на два. То есть это шесть восьмых. Значит, дробь три четвертых равна дроби шесть восьмых. Это равенство мы можем записать так. Шесть восьмых. Далее делим шесть на два. Восемь делим на два. В результате получаем три четвертых. Это и есть основное свойство дроби. Если числитель и знаменатель дроби разделить или умножить на одно и то же натуральное число, то получится равная ей дробь. С помощью букв запишем так. А, деленное на b, равно А, умноженное на n. То есть числитель дроби мы умножаем на n. И знаменатель дроби мы умножаем на n. А, деленное на b, мы можем записать и так. А, разделить на n и b, разделить на n. То есть числитель и знаменатель дроби мы можем разделить на одно и то же натуральное число. При этом, еще раз обращаю ваше внимание, что значение дроби от этого не изменится. Если мы умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же натуральное число, то значение дроби не изменяется. Рассмотрим такой пример. 14, 21. Обыкновенная дробь. Мы и числитель, и знаменатель дроби разделим на 7, так как и числитель, и знаменатель дроби кратен 7. 14 делим на 7, получаем 2. 21 делим на 7, получаем 3. Значит, дробь 14, 21 равна дроби 2 третьих. Далее возьмем дробь 2 третьих, умножим и числитель, и знаменатель на 5. При этом у нас получится дробь 10 пятнадцатых. Значит, дробь 2 третьих равна дроби 10 пятнадцатых. Обратите внимание, дроби 14, 21 и 10, 15 являются различными записями дроби 2 третьих. Деление числителя и знаменателя дроби на их общий делитель, отличный от единицы, мы и будем называть сокращением дроби. Чтобы сократить дробь, мы будем использовать следующий алгоритм. Для каждой дроби нужно найти натуральное число, на которое можно разделить и числитель, и знаменатель. Следующее. Нужно разделить и числитель, и знаменатель дроби на это число. Рассмотрим такой пример. Дана дробь 54 шестьдесят третьих и дана дробь 12 двадцатых. Сократим эти дроби. 54 и 63 делятся на 9. Поэтому мы и числитель, и знаменатель дроби разделим на 9. В результате получим 6 седьмых. Следующая дробь 12 двадцатых. Мы и числитель, и знаменатель дроби делим на 4. Получаем дробь 3 пятых. Дробь, числитель и знаменатель, которые взаимно простые числа, называют несократимой дроби. В наших примерах получилось 6 седьмых и 3 пятых. Это несократимые дроби, потому что 6 и 7 и 3 и 5 – это взаимно простые числа. То есть они имеют один единственный делитель, равный единице. Наибольшее число, на которое можно сократить дробь, это наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя. При сокращении дробей используют три способа. Рассмотрим первый способ. Сокращение дроби делим числителя и знаменателя на их наибольший общий делитель. Например, сократим дробь 24 сорок восьмых. Итак, наибольший общий делитель чисел 24 и 48 равен 24. Мы делим числитель дроби на 24 и знаменатель дроби мы делим на 24. 24 разделить на 24 будет 1, 48 разделить на 24 будет 2. Но при сокращении дробей делили мы будем с вами использовать вот такую запись. Итак, мы 24 делим на 24, зачеркиваем обязательно тонкой черточкой, тонкой линией число и записываем результат от деления единицы. Далее, 48 мы делим в уме на 24, зачеркиваем тонкой линией и записываем результат от деления. Это 2. В результате получаем дробь 1, 2. Второй способ это последовательное сокращение дробей с использованием признаков делимости чисел. Например, сократим дробь 105, 120. Итак, очевидно, что 105 и 120 делятся на 5, так как оканчиваются цифрой 0 и 5. После деления на 5 мы получаем 21, 24. И 21 и 24 делятся на 3, так как сумма цифр делится на 3. Но мы знаем с вами из таблицы умножения, что 21 и 24 делятся на 3. Итак, в результате получаем 7 восьмых. Или можно записать это таким образом. 105 и 120 мы в уме сокращаем на 5. Обязательно зачеркиваем тонкой линией и подписываем результат от деления. 105 делить на 5 это будет 21. 120 делить на 5 это будет 24. Далее мы 21 и 24 снова сокращаем, получаем 7 восьмых. Зачеркиваем и 21 и 24. Получаем 7 восьмых. Третий способ. Разложение числителя и знаменателя на простые множители. Итак, дробь 9525. Мы 90 раскладываем на простые множители. Это 2 умноженное на 3, умноженное на 3, умноженное на 5. 525 после разложения примет вид 3 умножить на 5, умножить на 5 и умножить на 7. Далее мы находим одинаковые простые множители. Общие простые множители. 3 и 3, 5 и 5. Эти множители мы обязательно перечеркиваем тонкой линией. Оставшиеся множители мы перемножаем. 2 умножить на 3 – 6, 5 умножить на 7 – 35. В результате дробь 9525 после сокращения записываем как 635. Сокращение дроби способом деления числителя и знаменателя на наибольший общий делитель является наиболее рациональным способом сокращения дроби. Рассмотрим такой пример. Сократить дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя. Данный пример выполните самостоятельно. Проверяем. Наибольший общий делитель чисел 84 и 120 равен 12. Значит, мы сокращаем и числитель, и знаменатель дроби на 12. 84 делим на 12 – будет 7, 120 делим на 12 – будет 10. В результате получаем дробь 0,7. Наибольший общий делитель чисел 56 и 70 равен 14. Делим 56 на 14 – будет 4, 70 делим на 14 – будет 5. Получаем дробь 4,5. Следующий пример. Наибольший общий делитель 45 и 150 равен 15. Мы и числитель, и знаменатель делим на 15. 45 разделить на 15 – будет 3, 150 разделить на 15 – будет 10. В результате получаем дробь 0,3. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с основным свойством обыкновенной дроби, учились применять основное свойство дроби при сокращении обыкновенных дробей. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok